Субтитры делал DimaTorzok Сюда, в один из старейших храмов Кубани, святыню привезли при содействии Александра Ткачева. Вместе с прихожанами губернатор побывал на службе в честь Георгия Победоносца и поклонился святому великолучнику. Прежде чем прибыть в Сято-Троицкий Новодонецкий храм, святые мощи проделали путь в тысячи километров. Московский протеерей отец Сергий на Кубань привез святыню из далекого итальянского города Амальфи. Это удивительное место Амальфи, оно до 17 века было православной республикой, Амальфийская республика была. И до 17 века, когда уже вся Италия перешла под католичество Папы Римского, Амальфийская республика стала православной. Она подчинялась только патриарху Иерусалимскому. И вот с того времени там мощи находятся великолучнику Георгия. И вот я там был, и сам епископ города. Я ему рассказывал о России, что в России, особенно в Краснодарском крае, как прошло здесь выжигание веры после революции за казачество. И он соблаговолил, говорит, возьмите мощи великолучника. И вот мы с Амальфи привезли эти мощи прямо сюда. После революции 700 церквей в крае остались лишь 7. Выстоял в годы безбожие Свято-Троицкий храм в Новодонецкой. Сегодня одна из важнейших задач в крае – возродить православные традиции. Поэтому переезд мощей в Новодонецкую кубанцы сегодня воспринимают с особой радостью. Любая милость Божия, которая посещает храм, это, ну если хотите, компенсация за те скорби, которые когда-то и храм, и верующие претерпели в нашей станице, да и во всей Кубани. Привоз святыни – это, конечно, особая милость Божия. Я думаю, что теперь все верующие могут приложиться к мощам великомученика. Георгий Победоносец считается покровителем дуглесных воинов. К великомученику православные обычно обращаются с молитвами о солдатах на поле боя, просят его о заступничестве и поддержке. То, что святыня оказалась на Кубани именно сейчас, во время жестких санкций и провокаций со стороны Запада, прихожане считают не случайным. Общая вера, а теперь и молитва у иконы и ковчега с частицами мощей, говорят они, помогут не только жителям Кубани, но и всей страны с достоинством противостоять всем вызовам. Бывает всегда и конфликт, и всего бывает. Ну, слава Богу, надеемся, что все после этого у нас будет хорошо. Для меня это благодать. Такое бывает раз в жизни. Конечно, благодать на душе, потому что мы так, сподобил нас Господь действительно приехать сюда, в храм святой. Нам, конечно, очень понравилось. Когда солнце в Новодонецкой резко сменил сильный дождь, верующие вспомнили историю 23-летней давности, когда из Сарова-Вдивеева переносили мощи преподобного Серафима Саровского. В это время в городе началась буря. Так что вполне можно предположить, что переезд на Кубань мощей святого Георгия Победоносца – хороший знак. Прикоснуться к святыне смогут все желающие. Планируется, что в ближайшее время мощи вместе со священниками проедут по большинству городов и районов края. Мария Крошная, Денис Перец, Кубань-24, Станицын, Новодонецкая.